Вертикальные видео очень удобно записывать на эти плашки. И их удобно потом продвигать. Вертикальные видео сейчас это вообще топчик. Резидент Точки Кипения Дмитрий Гусев, однажды попав в это креативное пространство, уже не смог уйти. Особенно актуально это место стало для него во время пандемии. Здесь он записал подкасты для развития своего предприятия. Причем абсолютно бесплатно. Очень удобно, что в Точки Кипения есть студия, где можно записать подкасты, можно записать видеоконтент. Мы с удовольствием воспользовались. Мы записали разные инструкции для пользования нашим программным обеспечением. Записали подкасты, интервью и так далее. Это тоже очень большая точка роста для предпринимателей, когда можно качественно сделать контент для своего бизнеса. Здесь в Точки Кипения успешно реализуется проект «Айти-песочница». На результат его сессии, воркшопов, круглых столов, создание фонда «Айти-образование». Это проект, в который объединились ведущие региональные айти-компании для того, чтобы помочь вузам и ребятам, будущим айти-специалистам вместе решать кадровую задачу, чтобы ребятам появилась возможность сделать крутую, очень сильную траекторию в у нас регионе. Точка Кипения открыта в 2019 году на базе Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства по инициативе губернатора. Эта площадка, как здесь говорят, место сборки профессиональных и бизнес-сообществ. За прошлый год в этой точке провели им четыре сотни мероприятий. Для нас очень отрадно, что на сегодняшний день точка – это уже такой самосуществующий организм, куда приходят люди по своей инициативе, инициируют встречи, сборку, сборку сообществ. Наверное, в этом и есть самая главная ценность и миссия точки кипения. Работу региональной точки оценили на федеральном уровне. Она признана одной из лучших в стране, чему свидетельство – диплом и статуэтка премии в номинации «Эффекты и лучшие практики точек кипения». А в этом году в Ростовской области появится еще одна креативная площадка. Об этом сообщил в своем инвестпослании Василий Голубев. Там планируется слушать молодежь, развивать взаимодействие научного и профессионального сообществ в сфере архитектуры, промышленного дизайна, музыки, IT-технологий, кино, живописи и так далее.